алгоритмы ютуба как зарыть свой талант в хайп землю или как стать блогером ассалам алейкум майнхердс заинтригованы на самом деле тема довольно печальная почти для всех из нас и из вас даже если вы этого еще не понимаете да даже для зрителей сегодня я расскажу вам о алгоритмах ютуба о том как они работают но без углубления в мышлении нейросети так сказать о сливках результате всего что они отчебучивают о том как заработать на ютубе что-то помимо геморроя о том как стать популярным на этой платформе но в первую очередь о том как опуская всю эту мишуру вести свой канал и получать от этого удовольствия последнее слово подчеркнуть она намного важнее чем вы можете представить подводные камни палки в колеса вот обо всем вот этом вот краски расскажу о том что вспомню разумеется плюс ко всему я открою несколько секретов полишинели о которых возможно далеко не все знают все таки как-никак внутренняя кухня правда большая часть моих ответов и советов вам едва ли понравится я вас перду пердел да для самых нетерпеливых любящих любые рассуждения называть водой youtube иногда все-таки вносит толковые изменения и теперь прямо на таймлайне ролика вы можете лицезреть пометки не стесняйтесь себе пользоваться стесняйтесь лучше ерунду в комментариях писать и вообще меня завода любит а ядогон как говорится ролик этот посвящается всем тем кто всерьез решил раскрыть свой талант на ютубе не заработать как можно больше бабла а именно раскрыть талант делать что-то интересное и качественное и в итоге получил от платформы хорошую подножку к сожалению скорее всего в плане популярности у вас сейчас не очень о том и будет ролик и да скорее всего в процессе вам может показаться что я говорю вообще не на тему связанную с заявленной тут уж извините если вы не видите связи это из-за отсутствия опыта в этот раз я буду именно на него ссылаться и побуду таким гуру потерпите пожалуйста но думаю хватит уже тянуть youtube за алгоритмы да давайте поговорим о деле сперва введение сам я блогер со стажем четыре с половиной года на данный момент у меня 143 тысяч подписчиков как видите я не хрен с горы опыт работы здесь у меня очень даже неплохой за это время я повидал много всякого дерьма прочитал тонну советов от диванных гуру и послушал десятки мотивационных роликов типа главное снимать качественно и тогда вас заметят обычно такие лозунги выкрикивают сами говорящие головы от управленцев ютуба до черта с два если бы это было так площадку пестрила рава интересных каналов да но пестрит она не ими можете пройти в тренды или на главное и убедиться только не запачкайтесь в том чем она пестрит новые лица почти не появляется если появляется то часто исчезает или загибается вы вы представить себе не можете сколько маленьких интересных каналов в год закрывается из-за уныния отсутствия перспектив вы остервенело кричите о моей гениальности смотря какой бы там не знаю перекресток миров но даже не подозреваете сколько по-настоящему гениальных людей так и ушли с ютуба никем не замеченными а все потому что у ютуба есть один лишь один рабочий алгоритм удача да именно так сколько бы вы меня рассказывали о том как стать популярным как оптимизировать с его как качественно снимать единственный по-настоящему рабочий алгоритм ютуба удача я уже чувствую возмущение в силе у вас есть возражения уж простите что в этот раз буду с вами откровенно груб но если у вас нет своего канала с хотя бы сотни тысяч подписчиков если у вас нет опыта наблюдения за всем этим изнутри а вместо этого вы что-то где-то видели ли вам кто-то что-то там рассказал какой-то блогер то заткнитесь пожалуйста я вот вам что скажу несколько лет назад я играл в игру perfect word и там тоже за донат покупались сундучки из которых падали рандомные вещи тогда слово лутбокс еще не изобрели но это были они и там тоже придумывали целые ритуалы в каком месте их открывать в какое время и каким методом чтобы увеличить шанс на эпик на все это было чистой воды трехомутью рандом есть рандом да чего сравнивать вон еще два года назад вовсю бытовало поверье что лайк поставленный на ролик от популярного аккаунта ну то есть от того у кого много подписчиков до продвинет видео гораздо сильнее ежели лайк поставлен обычный непопулярный аккаунт ну и в итоге популярные блогеры продавали свои лайки однако люди могут мне возразить напомнив о том что успех это один процент таланта и 99 процентов труда мол все зависит не от удачи от работы да я с вами полностью согласен действительно вопящие про удачу просто не знает этой внутренней кухни но это касается реального мира где решение принимаешь ты сам на основе этих решений развивается результат здесь же то их решение зависит от силы 20 процентов успеха и это я еще наверно даже маху дал все остальное зависит от того что решит искусственный интеллект ютуба основанный на случайностях и так предположим что вы решили создать канал посвященный творчеству то есть рассказывать о том что интересно вам и так как это интересно вам быть то игры или рыбалка или рассказ о малоизвестной игровой вселенной вроде какой-нибудь dnd и вот вы сделали весьма приличный ролик но он ожидаемо не принес вам никаких моральных дивидендов проще говоря его никто не посмотрел в 90 процентах случаев это так и будет да иногда везет и тема выстреливает но поймите тоже на youtube ежедневно приходят тысячи новых авторов вы уверены что повезет именно вам ну так вот вы не отчаивайтесь и продолжайте работать над контентом ну в конце концов не сразу же на вас должна свалиться мировая слава верно и вот у вас уже не первый ролик выложена результаты все те же и про мировую славу это был сарказм она вам нафиг не впилась но любому автору нужно хоть какое-то признание отзыва его работах внимание к ним иначе зачем мне кому все это надо может сколько угодно говорить о том что мы делаем это для себя да но даже если это так без зрителя нет смысла ни в каком спектакле и вот новоявленный автор начинает потихоньку впадать в отчаяние а там порой зарождается и гнев мол какого хрена я что хуже всех и тут разумеется выскакивают те самые диванные аналитики и что первое они скажут по опыту знаю снимай качественные видео ищи новые приемы и тогда и просмотры будут а то говно что снимаешь никому нафиг не надо если просмотров мало значит ты просто снял хрень к сожалению многих авторов это подкашивает и они со временем начинают всерьез в это верить в то что с ними что-то не так более того часто под таким давлением они и вправду старается изменить свой контент адаптировать под одно из двух направлений движения на ютубе об этом чуть позже сейчас пока скажу вот что никогда не слушайте диванных критиков вообще мой вам совет не слушайте советы в комментариях в принципе если решили слушать делите все на четыре минимум сейчас комментаторы возможно обидятся но вы просто не понимаете как это устроено внимание открываю великую тайну вы легион вас много когда у тебя тысяча подписчиков ты можешь помнить каждого и общаться со всеми это не просто но можно когда подписчиков становится уже с десяток тысяч все забудьте один человек уже не может сознанием охватить такую толпу и в итоге общая масса зрителя точнее комментаторов сливается вот такие образ в одном лице имя которому легион и именно этот персонаж одновременно дает тебе советы и оскорбляет критикует и боготворит потом образ дифференцируется на две ипостаси нормальных зрителей тоже своими на теле причудами и так называемых хейтеров которые так или иначе вредят каналу ну точнее думают что вредят оскорбляют ненавидят спамят критиканствует именно с этими двумя ипостасями коллективного разума мы и имеем дела 50 зрителей сказали к примеру что у тебя не знаю нос длинный а 51 сказал что он у тебя забавный но как теперь будут восприниматься эти слова правильно негативно и 51 обидится почему-то на него огрызнулся он же ничего такого не сказал действительно а 52 его поддержит 53 назовет тебя чейсвэйшным не понимая даже как это аббревиатура расшифровывается просто все так говорят и он будет 54 пойдет разносить эту новость по другим каналам и поверивший в это насло 55 ну потому что у нас на ютубе все друг другу верят на слово так просто принято видимо он придет к тебе на канал и назовет себя мразью и вообще у тебя нос длинный круг замкнулся ура-боруса мой пламенный привет или вот шутки да коллективный зритель любит шутки и мемы фильме алиса в зазеркале есть один персонаж растворяющий время он говорит тем кто шутит про него неужели вы думаете что я не слышал эти шутки бесчетное количество раз такие вот дела я не призываю вас ничего не писать и не шутить нет все правильно я призываю лишь задуматься а почему блогеры ведут себя именно так а не иначе а то назвать его мудаком синдром корона на глазах это любой дурак может и доводов не надо никаких согласитесь вот подумать а вдруг вдруг у него есть на это объективные причины это знаете не для каждого уважаемые авторы настоящее или будущее всю критику делите на 10 очень скоро вы поймете что критика и критиканство не одно и то же последнее будет предостаточно вот реальной критики днем с огнем не сыщешь и сразу простите не могу удержаться господа критики с большой буквы ваши доводы за нити будут смотреться куда убедительнее если вы о первых строках не будете оскорблять автора посылать его в пеший эротической или используют такие потрясающие идиомы русского могучего языка как говно всраты чесочная мразь и прочие лолкеки простите не удержался ну так вот довод про то что у вас не интересный контент потому что его не смотрят это чушь чтобы решить интересно вас ролик или неинтересно его сначала нужно о боже мой посмотреть вы можете быть гением видеосъемки без дураков бескрайне обаятельным рассказчиком или превосходно разбираться в теме ролика но какое все это имеет значение если алгоритм ютуба попросту решил вас не показывать остальным да в этом и заключается та самая удача решит ли сам youtube продвинуть ваши видео можно соблюдать все рекомендации оптимизировать теги канала продвигать его в соцсети и даже рекламировать и получить в лучшем случае сгулькин нос трафика оно же просмотры а можно не делать вообще ничего из названного наобум забить любые теги вставить любое превью название какое нравится и случайно стартовать в зенит славы да на ютубе например постоянно явление когда ролик ни с того ни с сего начинает набирать просмотр спустя скажем год после публикации вы скажете ну так его где-то просто запостили вот он и начал я тоже так думал да безусловно всегда есть триггер такой спусковой крючок который запускает то или иное явление но просто на этот самый крючок нажать мало проверялась множество раз и не только мной поверьте репост на сайт или в группу дает природа а потом все заканчивается быстро и грустно понятное дело конкуренция большая однако заявлено что этот механизм работает по этакой цепочке пока один ролик тянет на себе трафик другие подтягиваются следом и тоже начинает набирать просмотры забавно но эта же система главенствует и в других местах например на фикбуке или на литрессе и ёк макарёк она нигде не работает ни там ни здесь вот совсем удача и только удача и никак иначе но позвольте какая же система сэо всякие там теги продвижения видео скажет отчаявшийся творец и пойдет смотреть обучающие ролики о том как правильно оптимизировать теги продвигать ролики где покупать рекламу да действительно есть на ютубе такие инструменты это и есть те самые от силы 20 процентов которые дают тебе хоть какой-то шанс на продвижение а именно на дозволение ютуба обратить внимание на твой контент на словах звучит толково но на деле ты можешь все сделать как по методичке и не получить вообще ничего например оптимизация тегов это вообще тема интересная поищите на ютубе ролики на эту тему вот прямо сейчас даже если с момента выхода этого ролика пройдет много времени контингент уже сменится я уверен что общая картина останется такой же все эти советчики по большому счету сапожники без сапог вроде бы знает тайны управления алгоритмами ютуба они почти все за очень редкими исключениями имеет статистические показатели настолько смехотворные что у какого-нибудь 16-летнего летсплеера по майнкрафту ни разу не запарившегося над проставлением тегов она лучше а те самые редкие исключения во первых ну с чего вы взяли что им точно также банально попросту не повезло вырваться вперед во вторых посмотрите на их конкретную статистику миллионы просмотров на некоторых роликах есть неплохо но что это за ролики те самые с обложкой типа как заработать на ютубе ну действительно и почему это не вдруг так выстрелили конечно некоторые из них позиционирует себя как наставников мол вот посмотрите вот они наши успешные проекты наши ученики я не называю кого-то конкретно потому что они все такие можете проверить ну и вот ты заходишь и смотришь один блогер с роликом в стиле топ того-то и сего-то одновременно ругающий сраную рашку второй топы для майнкрафта какие-то там вайны котики социальные ролики о блогерах ну если это ваше достижение то нет спасибо тут конечно кому как но я с такими вот в одном поле срать не сяду вы можете сколько угодно читать меня зазнавшимся хряком пусть так но я не считаю это творчеством но я снова отвлекся так что вы можете сколько угодно рассказывать мне про теги и продвижение на все это работает по принципу тех же лутбоксов возможно вы слышали что сейчас многие блогеры ну или немногие но некоторые уж точно начали торговать секретами успеха я не про лохотроны и подобные разводы хотя это как посмотреть а про так называемые консультации я и мой вклад в развитие ютуба я сначала был дурак и всерьез думал что они верят в то что если им повезло перебежать на красный то теперь они познали тайны бытия и готовы поделиться ими за гонорар теперь я поумнел чай и все 17 лет старость настала и понял что они прекрасно понимают какой фуфуло впаривают за немаленькие деньги хотите я вам расскажу все это секрет успеха от либрариума вот прямо сейчас бесплатно так вот не существует никакого секрета успеха на ютубе не существует никакого точного рецепта по которому вы смогли бы выйти в разгон потому что если бы они были они бы где-то да всплыли в том или ином виде на деле пока что все что всплывало по факту оказывалось тем самым что обычно всплывает вместо них вам какая-нибудь условная немагия за совсем не условный 50 тысяч продаст набор лох советов давайте расскажу о них совет 1 делайте кричащие превью из заголовки дадам те самые которые на 99 роликах топ сегмента и тех кто хочет туда пролезть без вазелина именно потому они все как под копирку скучные задолбавшие никакого вкуса как по мне будто бы рекламу смотришь что в общем-то недалеко от правда это если что мое мнение вы можете с ними соглашаться так уж и быть совет 2 делайте ролики на популярные темы интересные аудитории ну то есть хайпа вы блин ловите хайп всеми правдами и неправдами вышла last of us а вы хотели сделать ролик про карточные домики а ну бросайте все и бегите делать ролик про last of us сучки в интернете у людей память как у улитки о нем через неделю уже забудут а вы еще должны хайпануть сгорели люди в кемерово ну вы поняли hype train и так во всем совет 3 делать ролики не длиннее 15 минут знаете зачем чтобы тупая аудитория мыслящие клипами а да за десяток лет молодое поколение сделали тупым поздравляю юра снова прости нас ну так вот чтобы они не уснули пока тебя смотрят вообще для ютуба это один из корневых я сейчас не шучу параметров чем дольше твой ролик смотрят тем выше тебя могут поднять удержание толпы удержание зрителя я понимаю что не все такие некоторым просто скучно смотреть длинные ролики но давайте не будем валять дурака больше большая часть аудитории ютуба подавляющая часть люди с инфантильным складом ума вне зависимости от возраста но иногда в зависимости от ситуации надо признать то есть не все тупые некоторым просто выборы не дали но сейчас не об этом в общем все последующие советы будут вариациями на тему предыдущих но вы заметили общего канву все они направляют тебя на вторую тропу восхождение как я уже говорил у ютуба их две первое ты придумываешь концепцию канала рот занятий чем ты хочешь поделиться затем пишешь сценарии или учишься экспромту но первое предпочтительнее озвучиваешь монтируешь постепенно совершенствуя навыки притом ты набираешь довольно мало просмотров либо не набираешь их вообще но не отчаиваешься и так месяц за месяцом год за годом и возможно возможно если тебе повезет а это все же вполне реально youtube не без добрых людей где-то тебя да порекомендует ты наберешь стартовую аудиторию которую и будешь медленно наращивать годами возможно случайный варп скачки например выпустишь ролик а он возьмет и выстрелит и тут будет резкий прирост притом даже не мечтая никаких миллионах аудитории скорее всего тебе даже первые тысяч пятьдесят придется набирать не год и не два и не три и работать для этого придется и зарядно возможный результат у тебя крохотная по меркам современного ютуба аудитории тысяч так в сто или в пятьсот человек аудитория постоянная у которой есть любимые рубрики и локальные пушутейки это на самом деле хороший показатель и что самое главное у тебя если ты конечно не кретин есть уважение своей аудитории и чем развитие твоя аудитория тем ценнее ее уважение и часто это уважение будет проявляться и финансовой форме до хорошего автора и поддержать не зазорно космических сумм на швейцарском счету не жди но жить вполне можно могу даже на своем примере сказать средний доход в месяц от рекламы с ютуба 10 тысяч рублей с патреона столько же плюс иногда приходят донаты но тут как повезет от нуля до тысячи так не знаю десяти в месяц последний трудно назвать стабильным но как видите двадцатку в месяц можно иметь и если вы выставите больше рекламы и например будете делать прероллы то и еще будет больше на ferrari магнетика конечно не хватит но вот на велосипед купить покататься вполне я кстати так и сделал велосипеды это круто кстати не переборщите с рекламой все чаще натыкаюсь на 10 минутные ролики с четырьмя рекламными ставками внутри и еще двумя в начале и конце деньги все любят я в том числе но жадность грех сейчас youtube кстати снизил рамки теперь уже не 10 минут а восемь минут то есть вставлять много реклам можно восьмиминутные ролики ждите падение производительности средний ролик теперь будет 8 минут потому что многие делают именно из-за денег а я вам так советую не делать ну и их путь второй легкий легкий в кавычках он называется конъюнктура не путать конъюнктивитом и тут и там есть конь но насрал он только в первом случае вы делаете не то что вы хотите а то что в тренде вспомните last of us и иже с ними вы придумаете превью название описание не такие какие бы вы хотели видеть а такие которые привлекут больше аудитории коликбейт везде и всюду вы не можете свернуть с выбранной тропы вы не просто не можете вы боитесь этого сделать ты король пока рассказываешь об одной теме например о мире какой-нибудь игры но это исчерпаемые ресурсы и вот решил сменить тему роликов и обнаружил что-то уже нафиг никому не нужно и более того аудитория тебя массово может не поддержать потому что качество может оказаться не тем качество аудитории в погоне за хайпом ты обычно привлекаешь всякую мошкару с интеллектом табуретки и словарным запасом как у лесного пня есть конечно индивиды которые играют этой картой они собрали вокруг себя настолько тупую и нетребовательную аудиторию без хотя бы намека на критическое мышление готовы вообще все что угодно сожрать и добавки попросить и даже не думаю еще и задаться вопросом какого хрена у нас тут за идиотов держит рассказывая уже который год одно и то же у этих все нормально безусловно да и тем они не редко подбирают вечные либо просто как акины что видят о том и поют не разбираясь при этом ни в чем можно было бы взять с них пример но как по мне быть королем среди кретинов это знаете ли не то чем лично я бы стал гордиться и уж точно не самые серьезные достижения согласитесь вот поэтому я иногда выстраиваю чистки на своем канале меня за это не любят согласен и если что я не советую брать меня во всем пример но выходит какой-нибудь резонансные в плане мнения ролик например о политике о вере и тут же всплывает куча кретинов не приемлющих иное мнение кроме своего и не желающих считать носителей отличных от них взглядов за людей те расскажут как они тебя ненавидят тебя весь твой рот и чтобы со мной за такое сделали спойлер ничего и чтобы конкретно они со мной сделали вы вдруг встретили на улице спойлер перешли бы на другую сторону улицы и сделали бы вид что не узнали в общем все могущество нургла бога разложения будет милостью его исторгнута на вас и вот этот уж простите за мое мнение биомусор я удаляю с канала а многие боятся потому что чем больше комментариев тем лучше ранжируется ролик это возвращаемся мы к алгоритмам они так боятся удалить лишние комментарии и забанить очередной десяток озверевших крыс притворяющихся людьми что оставляют все вот эти вот оскорбления себя не знаю там матерей на месте мол это создает резонанс да создает да возможно это даст вам маленькую прибавку процентика на шанс возвыситься однако лично в моих глазах а я не один такой же поверьте уважение вы потеряете и в глазах думающей аудитории возможно тоже хотя кто знает но ладно бы этот путь который я назвал легким был действительно легким он легкий именно в кавычках потому что он тоже перестал работать да вот вам свежайшие новости страны слоупоки и ребят youtube 2019 и двадцатом году совершенно иной youtube нежели был ранее старые алгоритмы уже не работают я почему-то уверен что в свои попытки внести как можно больше идиотских изменений ради повестки но вы знаете то геи недоволен то феминистки то еще какие-нибудь мутанты я вот не могу например написать у себя же в комментариях что гомосексуализм это не норма youtube мои комментарии не пропускают круто да ну ладно это не по теме попытки угодить всем вот этим вот бездельникам и проходимцам он как-то совершенно забил на авторов настолько забил что даже работавшие ранее механизмы уже трещат по швам вы возможно слышали как вдруг у всех блогеров резко начали падать просмотры без причины некоторые каналы поудаляли тоже без объяснения причин я уже забыл когда последний раз слышал от зрителей что колокольчик оповещений сработал как надо обычно оповещение приходят через несколько дней через недели вообще не приходят а ведь важны именно первые часы просмотров списывают подписчиков списывают просмотры у некоторых каналов списывали сотни тысяч уже набранных просмотров мотивируя это тем что мол это ложные просмотры от ложных подписчиков ну тех самых ложных подписчиков которые уже списали месяцем ранее ага конечно причины падения других каналов могли быть скрыты от нас но в любом случае youtube пошел на нарушение собственных же правил когда без объяснений начал заниматься вредительством им не привыкать многие считают их охреневшими отсидозволенности и пофигистами но мое мнение таково это так лишь отчасти а от оставшейся части они лишь классические заклинатели дождя прыгающие с бубном вокруг костра и сами едва ли уже понимающими как это все работает вот эта вся необъятная махина которую программировали в течение десятка лет целые орды разных разработчиков хотя знаете как посмотреть когда надо все у них замечательно работает ведь мы с вами знаем ну точнее я знаю вот вы сейчас тоже узнаете что за отбор роликов на показ зрителям и их ранжирование отличают две нейросети два таких вот терминатора и разумеется неподкупные искусственные интеллектуалы дают вам в рекомендации только то чем вы сами интересуетесь с довольно малой наскать погрешностью смотрите про компы будут вам компы летезреть и котиков и блогерш в ваннах будут вам котики в ваннах и проблемы однако почему-то когда очередные иностранные родители за нашу державу начинают свои очередные поползновения на власть людям настойчиво предлагает рекомендациях всяких навальных овальных и прочих треугольных и квадратных хотя люди вообще политикой на ю тубе не интересовались никогда почему-то от некоторых каналов политической направленности или засветившихся в подобном хоть как-то кстати я в их числе из-за ролика по call of duty можете оценить людей отписывают без их ведома и по какому-то просто таки невероятному совпадению вы не встретите ни одного популярного российского блогера кроме политраша и гоблина первый борется с бесконечными страйками и снятием монетизации за каждый чих а второй пришел на youtube уже знаменитым это отдельное божество на него нет смысла равняться об этом позже зато вот ругающих нашу страну пожалуйста любого возьми у всех десятки и миллионы просмотров в месяц десять миллионов ребят просмотров в месяц с одного только ютуба тысяч пятьдесят шестьдесят рублей вспомните об этом когда они в очередной раз будут скулить о тяжелой жизни в рашке ну то есть вывод-то какой ютуб вполне знает что делает и разумеется глупо не использовать его как пропагандистский инструмент то есть никто в этом не обвиняет мы же с вами не обвиняем солнце за то что оно не только греет но еще и глаза падла светит но все же постулируемые возможности для творцов креаторов называйте себя как хотите художники вы мои блин все они загнаны под шконку и покрыты сладким хлебушком увы вернемся к тому самому буму пострадало огромное множество каналов не пострадали только кто да кто больше всех орал о падении доходов знаменитости когда какой-нибудь старательный канал рассказывавший про вязание теряет все что нажил непосильным трудом в течение многих лет кого это волнует о нем знаете самые полтора человека которые погода не сделают увы а когда у какого-нибудь миллионника или 10 миллионника или ста миллионника вдруг перестают ролики попадать в тренды ютуба конечно падение просмотров и доходов есть безусловно и она серьезная но для нас с вами серьезная для них это капля в море кто их забудет но правда потому-то они страдают меньше всех старые алгоритмы успеха перестали работать я чаще и чаще встречаю людей а я да я намеренно ищу интересные каналы чтобы иногда рассказывать о них и натыкаюсь я на всякое так вот я все чаще встречаю каналы которые все делают вот по той самой конъюнктурной методички они усиленно рисуют кликбейтные превью и пишут такие же названия они без устали вещают о коронавирусах о том какой плохой путин о топовых ютуберах кто с кем подрался кто кого ебал ну в общем то что обычно висит в топах но в итоге и они нафиг никому не нужны я бы сказал что люди уже таким насытились но это не так просто теперь и этот способ не работает как раньше и по факту уже ничем не отличается от первого пути развития повезет тебе или нет большое значение уделяется аудитории именно аудитория своей активностью вносит огромный вклад в развитие канала как думаете почему 95 процентов блогеров как попугаи повторяет подписывайтесь ставьте лайк не потому что они хайпуют или байтят хотя и такое часто же бывает о да вот замечательные уловки типа если тоже любишь зеленый чай ставь лайк это да это дешевая уловка ведь любой лайк или дизлайк повышает ранжирование видео то есть увеличивать шанс показа большей аудитории и по той же причине многие стараются набрать такой антихайп чтобы вызванный их словами гнев заставил поставить дизлайк который для ютуба от лайка не отличается ничем и написали комментарии как вы его ненавидите это лишь продвинет канал в краткосрочной перспективе ну а в долгосрочные вы станете посмешищем но об этом позже вот так вот призывы на подписку и лайку вы не на пустом месте я такое не люблю однако вынужден признать что если людям не напоминать они очень скоро об этом забывают сбывают о лайках и подписке о том чтобы поделиться роликом а возможно и финансовой поддержки канала также работает психология потребитель а да вы можете сколько угодно обижаться на эту тему сотни книг написано и десятки диссертаций защищено потребитель он так живет о птице гордое пока не пнешь не полетит это не потому что мы с вами такие тупые просто информационный поток усилился до таких отметок что страшно подумать за последние десяток лет обыватель получил информации больше чем за последние сто до того а дальше ее будет становиться все больше и больше и поток будет ускоряться мозг видите ли защищается ну и потом не все же знают внутреннюю кухню ютуба вот и приходится просвещать и напоминать даже если не хочешь байтить то ты вынужден делать это поверьте я много теряю из-за того что не повторяя это постоянно но я сумасшедший не берите меня пример я скорее такой хороший пример того как делать не надо в ряде вещей хотя в последнее время вот тоже иногда иду на сделку со своим перфекционизмом также многие рекомендуют делать коллаборации на то есть засветить как можно большем количестве места и возможно тебя заметит если делать эту с умом то вполне неплохой вариант который может сработать а может и не сработать точно так же как и реклама я сейчас наверное отваживать себя оставшиеся рекламодатели хотя впрочем я и так все это объясняя почти каждому заказчику но все вот эти вот посты в группах на ютубе даже преролы и прочее все это точно также работает через жопу и может не возыметь вообще никакого результата как пример у меня есть рубрика где я рассказываю о маленьких каналах и предлагая подписаться на них то есть целый ролик как прерол и что толку это им помогло вообще никакого эффекта впрочем может повести реклама даст хороший толчок потому что когда я сказал что эффектов нет я соврал один из них например некий кое-кто вот у него было несколько сотен подписчиков а стало больше пяти тысяч я не говорю что это из-за меня у него так много подписчиков по его меркам я говорю что я дал толчок и этот толчок возвысил его ему повезло на самом деле потому что с тем же успехом этот толчок мог не возыметь никакого эффекта и то же самое касается и распространения роликов через разные сайты и паблики да это очень неплохо увеличивает шансы на успех и вообще все это нужно делать вы не подумайте что раз не работает то делать не надо нет надо конечно но будьте готовы к тому что и это тоже не сработает у меня бывали случаи когда без всяких репостов ролики взлетали а бывало что разошедшийся намеренно по группам и сайтам ролик тут же угасал как свечка обычная для ютуба картина да кстати если у вас еще остались сомнения что все эти пляски с бубном вокруг seo это именно шаманские заклинания то скажите почему тогда успех ролика невозможно повторить вы можете скопировать теги из популярного ролика сделать почти идентичные названия и такой же превью но он может остаться вообще не замеченным если вы авторы то наверняка замечали подобное подводя итог оди алгоритмом могу с уверенностью сказать что они не напоминают божество божество которому приносят жертвы и ждут от него милости забавно правда впрочем тогда я выходит жрец ютуба это еще забавнее ну и теперь давайте все же я попробую дать дельные советы для авторов как начинающих так и продолжающих свое творчество на ютубе скажу сразу что если вы конъюнктурщик то вам эти советы не пригодятся у вас скорее всего и так все хорошо кстати не нужно думать что конъюнктуры это плохо это уже советы пошли если что вовсе нет просто одно другому рознь понимаете если вы следите за интересами публики за тенденциями и о боже за трендами это не делает вас какими-то неправильными наоборот это вполне разумно просто не надо превращаться в бегущую за хайп трейн нам бешеную собаку готовую порвать кого угодно пройтись по головам не не единожды соврать или схалтурить в своей работе ради огрызка славы не бойтесь хайпа не бойтесь обвинений в хайпе вообще не бойтесь обвинений за что вас любят одни за то же самое другие будут ненавидеть так устроен мир всем нравится невозможно всегда найдутся люди которые вас будут презирать и осуждать без каких-либо особых на то видимых причин и еще один совет который я могу дать начинающим авторам придерживаться одной конкретной темы и да это вопрос спорный потому что тема может исчерпать себя а может просто надоест аудитории и тогда в лучшем случае может начаться стагнация то есть топтание на месте отсутствие развития худшим деградация но я точно знаю что в этом случае зато статистика будет куда лучше чем если бы вы снимали 100 роликов на 100 тем как я давайте я для наглядности покажу вам свою статистику чтобы проиллюстрировать сказанное вот мой канал я начал деятельность еще в начале 16 года без какого-либо размаха без замаха даже без надежды на известность как вдруг в ноябре ни с того ни сего один из роликов просто взял и выстрелил дав мне тот самый живительный пинок я потом долго анализировал три года анализировал может это тема была на слуху может то может это но по итогу теперь я понимаю минуя все эти может и прочие спусковые механизмы мне просто повезло вот если вы получили такой пинок то уже дальше темп развития будет зависеть от вас я так скажу нагнать трафик можно как и набрать быстро подписчиков но вот удержать их это уже по-настоящему показатель удержать их удержать их интерес и заслужить их уважение тут уже все действительно будет зависеть от вас и вашего таланта тут трудно давать какие-то советы просто действуйте злодействуйте рост будет но скорее всего очень плавный неспешный лично у меня было так до тех пор пока вдруг несколько видео еще не выстрелили опять же никаких предпосылок к этому не было тема масс эффект на тот момент не было знаете прям уж на слуху я не сказал ничего нового тем более тема гарри поттера этот ролик вообще все эти годы не перестает набирать просмотры и уже перевалил за миллион в итоге если посмотреть на диаграмму в целом то будут видны и сплошные пики точеные когда вдруг ни с того ни сего какой-нибудь ролик резко попадает в поток и набирает тебе аудиторию кстати если посмотреть диаграмму по подписчикам то там показатели будут такими же происходит бум и приходят новые но заметьте не уходят для вас это будет означать что нормального с канал людям он нравится просто они вам как правило ничего не знают значит хватит хандрить противовес хочу показать вам пару других своих роликов я не снимаю их потому что хайп но если уж есть возможность попасть в поток глупо этим не воспользоваться и вот например ролик о сборке скайрима мне бы и в голову не пришло что он станет таким популярным самый обычный мой ролик но гляньте-ка он на втором месте у меня набрал почти миллион что для меня охренеть как много и выступать не собирается а тут я подготовил вот недавно вторую версию этого ролика прямое продолжение и подумал от давай-ка я ради эксперимента нарисую идентичную обложку и поставлю те же теги с поправкой на новую версию я их даже еще больше оптимизировал все по системе ну и вот результат 33 тысячи за неделю что сопоставим он вывод все эти теги и прочие обложки это лишь дополнительная мизерная прибавка к вашему шансу на везение у меня такой ролик не один да и я интересовался у других блогеров все то же самое ребят если вдруг у вас родилась мысль что все эти скайримы и фоллауты были на слуху всегда то пожалуйста вот два недавних моих обзора на старые игры дарк мессия который со старта рванул вон аж куда вот такие вот показатели для меня на отметке очень хорошо а вот дальнобойщики 2 судя по комментариям утопающих в слезах ностальгии братьев и сестер по крови этот ролик должен был взлететь просто на олимп как ракета но его вообще никто не посмотрел чё потому что игра неинтересна и потому что ролик плохой нет его просто не показал youtube вывод тот же удача и вот тут как обещал расскажу почему лучше если вы будете придерживаться одной и той же темы вообще я сторонник идеи что нужно делать так как тебе хочется когда дело касается творчества иначе в чем смысл но с точки зрения статистики вам начинающий автор и будет выгоднее если зрители придут скажем на тему гарри поттера да и будут знать что вот тут будет о гарри поттере полюбит определенные рубрики и плейлисты если бы я делал также моя статистика при 140 тысячах подписчиков было бы гораздо более привычна вам но я не затевал канал как тематический чтобы мне там не приписывали я тоже как акин о чем хочу о том кричу у меня сегодня может выйти ролик о гарри поттере завтра масс эффект послезавтра вообще о православии потом про дарк соус потом про социальные там не знакомься явления затем какая-нибудь чушь типа нарезки со стримов и снова гарри поттере мне так по душе но если вы решите сделать так же будьте готовы к тому что одни зрители будут ждать поттера другие дарк соус третье что-нибудь еще и часто эти группы будут даже не пересекаться в итоге ваш канал станет такой цитаделью из масс эффекта где живут тысячи жителей которые друг друга в глаза не видели за всю жизнь соответственно на статистику это повлияет и при одинаковых показателях подписчиков с тематическим каналом у вас будут более скромные показатели просмотров исключение будут составлять какие-нибудь взрывные случаи у меня это обычно ролики из рубрики бомбанула резонансные довольно таки если вас это сильно волнует то примите эту информацию к сведению однако помните что я говорил об исчерпании ресурса плюс ко всему есть в этом и еще одно преимущество когда вы придерживаетесь одной темы у вас больше возможностей разойтись по разным источникам например если вы выкладываете ролики о готике то можете ввести дискорд канал инстаграмы или твиттер посвященные одной и той же теме некоторые это любят а когда у вас много точек интереса вам не достает концентрации на все эти заморочки а чаще попросту времени лично на меня вот некоторые обижаются что я не успеваю следить за всем сразу попробуй тут уследи а часто еще и сказать нечего потому что тема меняется на лету и не во всем концептуально есть что поведать в интересной форме это как ни странно тоже важный момент не стесняйтесь пользоваться рекламой но не надейтесь на нее слишком сильно это такая же рулетка не тратьте на рекламу слишком уж большие суммы только если вы реально миллион рублей или больше в канал вот бухайте ну например у вас там папа богатый как у некоторых блогер тогда да результат будет ого-го но если у вас нет миллиона зажмите в кулак свои десять тысяч и лучше не знаю купить макароны макароны всему голова народная мудрость сам придумал также если у вас есть возможность и желание и если вам подобное как мне не претит работайте команды как человек который швец и жнец и на дуде и идите налево и грец и дело я все это посредственно скажу это не просто рай когда один озвучивает второй монтирует а третий рисует превьюшки это просто слов даже нет насколько это классно команда способна разогнать чистоту выхода роликов просто до космических скоростей все самые успешные каналы работают так или иначе командой даже у боткомидина есть помощники я никому работу над своим контентом не доверил потому что я сумасшедший поэтому и сижу один но если вы не я а вы не я к счастью попробуйте вдруг понравится и одно из самых главных правил точнее советов которых я могу дать я знаю что время от времени у вас будет падать настроение вы будете разочаровываться в том что делаете понятное дело не опускать руки и все такое но кроме этого не сравнивайте себя с другими это гиблое дело путей к успеху множество и редко какой из них мы видим ясно если вы снимаете ролики про велопрогулки то нет смысла показывать пальцем на блогера с хорошими просмотрами говорить что вот у него то все получилось а у меня нет значит я все неправильно делаю да откуда вы знаете как он пришел к славе может он для этого вбухал кучу денег в канал может он всем лгал и всех обманывал для этого по головам пошел может он обычный конъюнктурщик и посредственность тупой аудитории вам точно именно такой успех нужен тем более не нужно сравнивать себя с уже пустившими корни титанами рутуба ой как же я это часто слышу а вот мэдисон а вот хованский вот пучков мэдисон и хованский пришли на youtube когда он был пуст и только что пришел в россию ну по факту да и по праву первопроходимцев они заткнули своими задницами путь для других чем тот же хованский не раз сам признавался и только когда они дали слабину остачертьев всем остальным появились новые лица с теми же результатами серьезно посмотрите ранние обзоры мэдисона без ностальгии их невозможно слушать это же срам а пучков у вас еще интернета не было в стране в принципе как такового интернета не было а он уже был знаменит своими смешными переводами сейчас у него реальная паства для которой он бог других это кстати тоже касается он при всем притом отлично без дураков организовал свое продвижение но youtube не был для него инструментом славы он обладал ей еще до прихода youtube вру сегмент и так со всеми кого не коснись даже меня везде свои подводные камни и скелеты в шкафу а самый главный набор случайностей которые не воспроизвести повторно не надо становиться вторым пучковым или вторым мэдисоном станьте первым собой вас это порадует гораздо больше поверьте я знаю что это нелегко но творчество никогда не было простым я вас верю вот такие пироги это та ситуация когда умные позавидуют тупым последние вообще не заморачиваются об интеллектуальности своего канала и аудитории однако если вы решили всерьез вести канал и делать его источником дохода то учитесь планировать наперед нужно думать не где фигура будет сегодня и завтра а где она будет через месяц и через годы нужно понимать что сиюминутная слава основанная на хайпе или анти пиаре станет для вас гробовой доской потому-то многие топовые каналы сейчас мечутся с озлобленными лицами уже не зная кого винить в неудачах и цепляются за любую популярную тему даже если она их вообще никак не касается потому что они как вампиры они без этого просто не выживут они будут преданы забвению и кому они тогда нужны что они еще умеют делать кому нужны все эти клоуны без своих зрителей кому нужны все вот эти вот ряженые чучелы вы думаете я завидую или у меня бомбит нет помните нехедова ох какую судьбу ему прочь или тогда в двенадцатом году и в тринадцатом тоже но зрители выросли или помнели им стало стыдно за то что они смотрели это я был одним из них и где он теперь хоть кто-нибудь его помнит хоть кто-нибудь его смотрит ведь у него были миллионы постоянных подписчиков и несколько миллионов просмотров на каждом ролике а у что там было в месяц у него со статистикой это вообще просто шикарно доходы гигантские и он почти всегда был в трендах не ставьте слава во главу угла это мой вам самый главный совет я я сам наверное порой его кстати забываю и начинаю думать не в ту степь как я вот только что уже сказал у вас речь сейчас об авторах маленьких каналов нет нет да случаются падение настроений хочется просто все бросить и удалить нафиг канал потому что кругом одна несправедливость я и сам иногда попадаю в эту ловушку мы все люди знаете что служит мне щитом в этом однажды в очередном таком приступе мысли а какого хрена у меня такая статистика и если так дальше пойдет я закончу заготовленные проекты и просто перестану заниматься каналом и бы смысла нет не поймите меня неправильно но когда тратишь неделю на проработку а ролик набирает тысяч 16 просмотров это можно сказать оскорбительно но тут я наткнулся на выступление популярного конъюнктурного блогера с наилкика который говорил своим зрителям что мол он так старается так старается а в тренды не попадает а какой смысл ему что-то делать если он не попадает в тренды поэтому он если так дальше пойдет удалит канал и что конечно же всплеск похвальбы и не покидай нас наше божество и на этой волне его выносит в те самые тренды банальная манипуляция для самых неприхотливых бедолага в тренды не попадает аж противно стало я как подумал неужели я стремлюсь к этому я же хотел и хочу просто делать интересные ролики вот и все и ханра отступила просто отвалилась как короста я все это к чему я не бахвалюсь я просто знаю что и вас она нет-нет да одолевает не поддавайтесь ей иногда нужно прочувствовать душой слово достаточно это как знаете говорят что беден не тот у кого мало тот кому мало чувство меры друзья чувство меры может вы подумали что я не о том сейчас говорю обещал о том как вести канал и рассказываю о психологии вот так я вам так скажу в эти ловушки попадает все без исключения и огромное множество каналов исчезало и деградировало именно по этой причине так что не отчаивайтесь любое творчество найдет своего зрителя я встречал столько всякого дерьма на которые без слез не взглянешь и даже там находились поклонники подобного с позволения сказать творчество которые писали что этот автор лучший жемчужина ютуба неужели вы думаете что вы хуже них если думаете то прекращайте я не гарантирую что вас настигнет успех но едва ли вышли сюда именно за этим если он сама цель вы выбрали неверный путь успех не постоянен и он имеет очень много и негативных моментов это понимаешь только когда его достигнешь а это я вам говорю как человек какого никакого успеха все же достигший поверьте иногда от происходящего хочется ввыть все имеет свою цену не отчаивайтесь не опускайте руки не уничтожать самих себя бессмысленной критикой не самоутверждаетесь за счет толпы это сомнительное удовольствие и те кто так делают еще хлебнут из-за этого у любого психолога спросите самовыражайтесь и ищите свою аудиторию возможно даже свое направление в жизни раньше или позже обязательно найдете и вполне возможно что сняв свой ролик по интересной теме вы обогнав сознавшегося либрариума который получит кукиш с маслом да ощутите небесный пинок под ваш метафорический зад который придаст вам приличное ускорение и я буду за вас только рад сквозь зубы конечно но все же рад а что касается алгоритмов ютуба опять же психологи советуют научиться отделять ситуации в которых мы можем что-то изменить а ситуации в которых не можем на последнее мы тратим слишком много нервов пустую с тем же успехом мы можем ненавидеть солнце за то что оно светит и желать чтобы оно погасло просто смиритесь с этим хотя согласен ситуация не из приятных при том что обычных зрителей и она тоже касается просто потому что из-за идиотских алгоритмов новые авторы не придут на youtube вы их просто не увидите о них никто ничего не узнает новые лица не появятся старые уйдут устав бороться с тем самым солнцем и все что вам останется это смотреть на то что сейчас есть в трендах котиков детишек и всяких там снял киков которые как тараканы выживут при любом катаклизме нужно ли говорить что к творчеству это не имеет совершенно никакого отношения тут назревает резонный вопрос а почему же youtube ничего с этим не делает ответ простой а зачем ему чем плоха ситуация youtube средства для заработка и поверьте он приносит отличные доходы особенно если учесть что он монополист нет ни одной альтернативы хоть сколько не будет сопоставимы с youtube все эти рутью бы и прочие поделки не смешите меня он гребет деньги лопатой помогают ему в этом как раз таки те самые конъюнктурщики зрители смотрят их и им показывается реклама копейка блогеру 10 youtube все счастливы зачем что-то менять все эти мантры про развитие творчества от самих директоров или других говорящих голов ютуба это все пыль в глаза хотя несомненно даже в таких условиях можно получить искомое и за это тоже нужно поблагодарить youtube он бесплатен он худо-бедно развивается и им можно жить автором youtube и похвалить есть за что об этом тоже не стоит забывать но причин для ругани все же больше точнее они весомее есть мнение что спрос рождает предложение и пенка youtube и такова и потому что зрители такие отчасти да но опыт показывает мне что в таких серьезных системах для заработка денег часто наоборот предложением корректируется спрос зритель часто нетребователен и готов смотреть все что нынче считается модным и трендовым так что я не верю что это просто зритель такой вот в то что им не дают особо выбора вот в это я уже верю точнее я это знаю и к сожалению опять же по опыту могу сказать что в этом направлении youtube работать не будет все останется как прежде в лучшем случае в худшем станет еще хуже с новыми еще более идиотскими алгоритмами что поделать никто не говорю что будет легко и кто вообще ничего мне обещал это важно понимать будем надеяться что это мое маленькое напутствие поможет вам хотя бы на первых порах не надейтесь на пляски с бубном вокруг алгоритмов сосредоточьтесь лучше на качестве того что делаете чтобы потом не было мучительно стыдно за то что вы вытворяли но чтобы этот ролик посмотрела как можно больше развивающихся каналов я пожалуй сам последую своему же совету и скажу ставьте лайки ребят подписывайтесь если еще не подписаны на канале полно всего кое-что из этого даже интересное и распространяйте ролики в том числе и этот везде мало ли вдруг кто-то из ваших знакомых тоже хочет стать ютубером но не знает что делать а все эти советы после о продвижению его отпугивают а тут такой я весь в белом удачи вам ребят и всего хорошего а